привет всем меня зовут юлия это канала вязание канал называйте имели не тем сегодня немножко покажу что у меня на спицах конечно немножко ну какая то может быть это будет наездка включений с моих вязальных будней потому что процессы какие-то у меня такие длительные и все в одно видео в один момент снять я думаю будет не очень увлекательно поэтому будет видео длиною в несколько дней буду снимать что с ним что что вижу я вот только что закончила вот этот капюшон с таким узором рифленым не знак называется какая-то там резинка или что это вот так выглядит узор эти вертикальные ряды чередование лицевых изнаночных лицевых изнаночных здесь исключительно лицевые петли и вот так получается такая рифа такое рифление прожорливый очень рисунок забирает но в отличие от лицевой глади много пряжи отдельная история про этот капюшон у меня есть на канале можно посмотреть как я увязалась каким проблемами столкнулись и вообще про него много много всего также у меня сейчас на спицах это детская шапочка кстати эту пряжу на эту шапку я приобрела пока вязала этот капюшон пошла в магазин за пряжами хватило клубочка ну как водится до прихватила еще моток даже два на на шапку кстати участие взяла в руки я на вижу на спицах два с половиной и такое плотное вязание убежали петли на поднять получилось немножко на ощупь как будто бы хлопок но насчет такая сильно выгляда так характерно для хлопка ну вот так смотрится это би 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 премьер 50 грамм 125 метров вот мир ребенок фоном шебуршит поэтому такие фоновые звуки какие-то идут это тоже биби премьер у меня были в остатках серая пряжа из нее это серый пряжи я вязала тоже детский комплект ну точнее с тут у меня был шапку связала есть шапка серого цветами на канале и сюда я включила вот такую серебряную нить люрекс фирма пьюбелла но я думаю это во многих производителях существуют такие нитки вот такая толщина вот так она выглядит если распускать то есть от нам моно нить которую сплетает вот в такой шнурок надеюсь очень что не будет чесать лбу при ношении буду следить если вдруг будет чесаться то я просто здесь проложу я предполагаю что это поможет тамбурный шов крючком как-то ее закроем может какими-то стежками крестнакой сделаю чтобы немножко сгладить это ну посмотрим это если возникнет проблема но надеюсь это не возникнет вся шапка на спицах два с половиной ну и конечно этих спицах два с иной так как бы рука не отдыхает это такой не отдых вязание когда такими тоненькими спицами лично для меня самое комфортное то вот как по мне так это 45 спицы потому что и руке удобно держать и полотно быстро растет как-то результат быстро видишь гораздо приятнее но зато это детская шапка поэтому молниеносно все равно в отличие от взрослой она вырастает потому что объем головы меньше но вот такой проект я думаю что останется белая пряжа здесь еще не закончен один моток ну столько осталось и шапочка уже по моему дотянулась почти до макушки но естественно я буду со спущенной макушкой вязать поэтому это вот только сюда вижу а еще кончик шапочки вот эту макушечную часть хочу сделать серым серебристым потом когда довяжу покажу что получилось может процессе вязания еще немного поменяются как-то на планы ну и кстати когда я покупала эту пряжу мне не хватило 1 мотка сюда я вот эту пряжу покупила мне сразу купила продавец сказал что уже повысили цены это произошло не намного позже после повышения курса доллара уже сразу магазины повысили цены вот теперь размышляю нужно ли покупать запасаться на будущую осень какой-то пряжи может купить с другой стороны я люблю покупать впрок пряжу на будущее потому что сегодня у тебя один вкус завтра ты увидела какой-то другой светерок что другой захотелось шапку или какую-то не за курточку приобрели ли там светерок или шарфик что-то хочется что было в комплект цвет в общем вкусы меняются время идет и я не любительница покупать впрок люблю брать в момент покупки потому что если например пряжа не хватит то уже не купишь такого цвета то той партии которую тебя пряжа дома есть либо если слишком много то магазин не примет и же магазины которые принимают пряжу и слишком много тебя пряжу купил например полгода назад связал те осталось пару мотков то не каждый магазин примет а зачем тебе два мотка это получается ровно тот проигрыш в деньгах которые ты старался сэкономить кстати отступление такой лирика что я еще не люблю покупать косметику по журналам то есть как вот раньше были популярны какие-то иван или какие-то еще арифлейм до журнала никогда не покупала потому что хочется это все повертеть покрутить в руках и получить это здесь сейчас не ждать месяц пока тебе карандаш или помада приедет вот это это горловина будущего свитера детского это многострадальная тоже пряжа сейчас покажу еще матки думала я думала и приняла решение вот этот набор своих шапок так скажем коллекцию перевязать как вы видите шапки у меня осталось четыре было пять таких шапочек шапки эти связаны из лана гросса 365 як с добавлением вот в этих двух шапках это альпака на шелке а в этих двух шапках мохер на шелке я все это хочу распустить мохер от шелка альпаку на шелке отделить в отдельные клубки и основную пряжу в общем я отсюда вытащить и я свяжу детский джемпер на весну я вот эту шапку но мне неправильно что с этим мохером на шелке это мохер на шелке drops и здесь мы тоже drops альпака на шелке тоже тоже drops все drops только основная ткань на материал пряжа от лана гросса в общем у меня чесался лоб вот такого состава и очень очень сильно не знаю почему это непрактично было решение то ли это сама такая альпака то ли это модель такая которая вот резинка упирается как бы на лоб здесь нет отворота и начинается чесаться вот именно в этом месте по кромке поэтому я это все распущу вот одной шапки хватает примерно на одну треть нижней части в круговую джемпера то есть получается у меня две шапки должно хватить на перед и на спинку я так надеюсь вот этой шапкой я добью где-то там плечевой пояс даже останется на рукава и вот где-то здесь не будут рукава ну понятно что мне на все не хватит я могу конечно легко сделать этого жилет не точно хватит пряжи но жилет я не хочу я хочу на джемпер материал хороший я вот моточки пряжа 365 як от лана гросса и и покупала еще достаточно давно когда планировала вязать из наличия шапки купила по одному мотку вот этой пряжи вот умеетесь 4 одну шапку я продала и вот 4 осталось думаю жалко лежат шапки продавать не буду в общем все получилось как-то странно у меня шапки не купили они были мне такие поход на маленькие чтобы можно было 1 стану собой сумочку на всякий случай класть и при необходимости надевать в общем эта модель не имел никакого успеха поэтому у меня клубки остались и в общем когда шапки распускала получается мне приходилось отделять махеровую нить от вот этой гладкой нити тоже была целая история вот к сожалению я что не сняла не догадалась как это делала но по сути и распускала шапку и потом разъяло вот так нити в общем я решила что ходит такой долгий процесс был думаю торопиться не буду мне нужный результат поэтому нервы сберегу нервничать по этому поводу не стала и просто сидела распускала настолько времени сколько мне надо понадобилось получилось мне 4 матка я очень надеюсь что у меня детский свитер хватит но моточки клубочки этим это еще не все то есть я шапку связала у меня еще по каждого цвета понемногу осталось поэтому в принципе у меня еще в запасе есть долго рассуждала как я соедините цвета вот это конечно сильно выбивается вот так более гармонично но буду вязать вместе с этим потому что иначе пряжи не хватит докупать не хочется поэтому вот видно я начала горловину горловина потом вот этот с розовым оттенком клубочек потом по насыщенности дальше вот этот оранжевый и в самом низу будет этот винный очень красивый цвет вот такой будет так скажем от бесцветного светлого по насыщенности цветовой более темным клубком вот таких разместила будет полосатый свитер не буду никаких рисунков уверять то есть не нужно какой-то заполненный рисунок что получилось так как-то клубок закончится я смогла с легкостью приступить к следующему клубку пока я думаю там будет узор елочка до этого я думала использовать как бы в каждом цвете свой узор но что-то мне кажется это будет чересчур перенасыщенности цветов и узоров поэтому нужно я думаю взять один узор и каким-то образом его располагать по этим цветам я пока вижу здесь елочку например здесь елочка будет смотреть налево здесь направо здесь налево здесь направо вот пока так там дальше посмотрим здесь значит у меня повторюсь горловина горловину я решила связать итальянским набором таким трубчатым что-то я думала мне так будет тяжело так тяжело но я их не с ним уже связывалась как-то ну как в общем пробовалась не взять ну как мне понравилось но в этот раз я думаю свяжу ну ведь красиво горловина такая смотрится принципе не устроила вроде бы резинку вот это пряжа ну как держит не держит в общем не держит я бы сказала но для это пряжа рекомендуется с пряжи спицы номер пять ну и выше да а здесь я использовала спицы 4 и полотно буду на пятерки вязать вот таком не образец ну правда образец не говорит ни о чем еще плюс кстати лишь плюс узор елочка меня нужно будет распустить образец связать елочку и померить его чтобы не правильно выйти на какой-то размер ладно прям эврика это вот я думала после горловины связать один изнаночный ряд вот так чтобы он как-то каймлял горловинку кстати красиво смотрится сейчас смотрю надо сделать будет так вот это будет джемпер регланом сверху я ни разу не вязала регланом сверху вот сейчас приступлю то есть я вязала поворотными рядами сшивала рукава полотна значит переду к спинке но сейчас решила сверху вниз вязать чтобы во первых можно было легко примерить на каждом этапе ну и чтобы это было бесшовно посмотрим вот так по составу я помню рассказывала здесь хлопок если что есть там 50 что ли процентов ну да еще много 10 процентов полиамиды и около 10 процентов шерсти яка получается у меня параллельно было сейчас в работе три процесса один вот реализован два осталось честно говоря после этих двух не знаю пока что еще буду вязать но что я поняла я без вязания уже жить не могу как-то мне это очень захватило нахлестнула то это была работа теперь это просто интересно конечно когда работаешь связание на заказ и у тебя есть сроки размеры обязательности исполнения каких-то там нюансов это совсем другой разговор это не то творчество до которое сейчас там творю что-то не творю это совсем другое наверное если работаешь на заказ то вязание уже становится таким в тягость в общем не по вечерам и иногда очень необходимо просто сеть и по щелкать спицами просто так чтобы вот поэтому видимо я возникают вот такие кита процессы хотя это по необходимости у нас просто нет шапки кстати я решила купить потому что она подойдет и на осень сейчас весна а осень наверняка будут уже другие цены на пряжу ну вот привет сегодня у нас наступила весна в москве мы прогуливаемся немного такой дни на нас прогулка в районе ну вон районные дома школы и прочее расскажу как мы проводим наши дни в эту эпидемию стараемся избегать контакта с людьми купили маски еще запасли знаете когда когда только начались началась эпидемия в китае только-только все у них началось и мы сразу не муж такой предусмотрительный так все нужно заказа купаться масками сейчас все везде это пойдет все это значит расползать начнет расползаться нужно за закупаться масками что мы сделали потом еще заказали маски непосредственно из китая я сделаю отдельное видео на это вот ну в общем видите на улице мы ходим без масок потому что смысла в этом нет во первых должно быть в маске именно больной человек и плюс вирус не сильно летучий не то что ветряная оспа распространяется только на два метра от человека поэтому на улице можно находиться без маски носим их общественных местах стараемся не посещать магазины если кто идет магазин то мы не идем все наши толпой семейной только один человек идет в магазин ребенка туда не таскаем кстати дочка у меня сидит дома поэтому меня все медленнее гораздо много на времени берет естественно на себя вот гуляем и вот сейчас смотрите на пустой площадке здесь только мы но до спортивные до тренажеры на детскую площадку если пойдем когда то чтобы там было поменьше людей во первых у меня и ребенок переборел только что ветрянка то есть она восприимчива сейчас каким-то вирусом дополнительным немножко ослаблен организм поэтому мы стараемся избегать какого-то контакта лишнего спрашивала наших друзей связи с последней выходной вот неделей которые объявили что может гости съездим друг другу ну в общем подруга моя горит и я боюсь она говорит что может быть это глупо но и посмотрим посмотрим но я честно я тоже побаиваюсь куда-то лишний раз ездить потому что в любом случае это распространение и не распространение это миграция миграция всех вот этих вирусов всего чего угодно поэтому скорее всего мы будем дома хотя обстоятельства не знаю как сложится посмотрим что будет я кстати в уголевую свой карпюшон вот связала наконец он одет в правильную погоду потому что когда сильно холодно задувает ну вот не знаю на какой канал я выложу это видео или на свой вязальный канал или на свой личный канал не понимаю смешивать мне личное связиальным или не смешивать вон мои копошатся вот что еще рассказать включение из москвы сегодня у нас плюс 9 градусов а так все хорошо у нас я вчера посчитала нет сегодня посчитала 7 пачек макарон 7 мы запаслись надолго один ящик полностью за тарином мясом но мы в принципе такие и куркули или хомяки в общем нам это все собирать собрать собирать бы чтобы был запас и там в общем у нас такое семейное поэтому запасы связаны с эпидемии нас не страшат и все в порядке в общем у нас и так все было полно потому что мы не покупаемся на один раз я сама это не люблю потому что не люблю когда использовал пачку макарон а тебе не хватило на следующий раз и нужно бежать магазин чтобы накормить всех нет две три пачки обязательно должны быть дома ну может быть многие так живут вот я тоже так ну капюшон я сегодня надела плюс 10 конечно в такую температуру можно вообще без шапки ходить даже без капюшонов но я не могу мне нужен на голове убор без шапки вроде на самом деле тоже холодно без шапки вот мы снимаем она хочется и все-таки перенадеть так что я думаю именно для такой погоды те капюшоны вяжутся потому что я вижу что некоторые вяжут капюшоны меховые не меховые а из ангоры из норки они конечно очень теплые и непродуваемые двойные некоторые вяжут но на мой взгляд это холодно потому что я вот надевала когда было сколько где-то 3 градуса плюсовой температуры было немножко немножко ветрено и все вот сюда задувает а если сильно затянуть ну как-то некрасиво но он движется там по голове туда-сюда уже свободно даже не была клава которая там раз и там все засосало как поэтому все таки эти капюшон на мой взгляд весенняя вещь и очень практично немножко личного нас нынче овощей не так много капусты вот вот фруктами затаялись молока по полтора литра это долго хранится у нас есть отдельно вот смотрите моя морозилка это все мясо 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 отдельно морозилка там рыба здесь у меня замороженные овощи здесь поменьше вот видите мясо не помесило сюда положила масло запасное так вот в общем мы его послить возможно в карантину если никого не будет пускать домой ну и чтобы поменьше вообще ходить в магазина все сейчас и положить сметану и будет готов обед вот такой у нас обед здесь у нас рис котлета и вот этот фасоль с какой там этой капустой с савойской забыла я не брокколи это конечно же у меня макароны с капустой с брюссельской капустой спасибо здесь я добавила сметану одно яичко чеснок лук стручковую фасоль и брюссельская капуста а тут у нас что? кукетка с макалонами вот и с огурцом да без этой без капусты из фасоли потому что есть не будешь да а тут у нас хлеб который я сама приготовила есть рецепт на канале здесь я добавила вот тыквенные семечки и кунжутные семечки но кунжутные плохо видно они же мелкие в общем не ходим в магазин чтобы лишний раз не ходить хлебушек тоже можно дома спички тем лучше это очень легко и вкусно и быстро всего приятного аппетита всем обедаем связанная шапка у меня из Би-Би-Би премьер белый серый цвет серебристая строчка вот такая я пустила ее на резинке то есть тоже лицевая изнаночная над ней пустила еще раз лицевую изнаночную еще одну строчку резинки и потом уже одну строчку лицевой глади серой чтобы красиво было вот так это смотрится еще кончики не заправила макушку закрыла 4 сектора через две петли так сделала как я планировала макушку серой немножко такой пятачок из пятачка у него такая петелька получилось я сделала полы шнура и корт здесь две пряжи пока я увязала люрекс шнурком я не привязала точную я прям его увязывала из шапки то есть я закрыла 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 петли когда мне осталось 3 петли я добавила люрекс его нить и вывезла нужную длину мне шнурочек и закольцевала его сделать петельку из-за того я шапку еще не стирала из-за того что она связана плотная намеренно если зала плотно чтобы она когда растянется в носке чтобы села на голову чуть-чуть мягче то есть у нас сейчас не туго а просто плотненько полотно получилось тоже плотная то есть не пластичная и она с макушки не сильно падает из-за того что макушка торчит смотрите немножко как тюбетейка и я не уверена что в общем она красиво смотрится почему это не очень пока нравится я постираю шапку посмотрю что получится в принципе она вот в руках мне нравится как это выглядит так веселенькая шапочка ну так забавно должна же быть какое-то веселье в детской одежды да ну в общем я постираю мы немножко поносим ну может быть один раз наденем я буду наблюдать как там все это в носке не получится я просто срезаю обрезаю его сокращаю вот сюда шнурочек вот честно говоря теперь я пожалела что я его вывязала из полотна потому что раз мне не понравился то я помогла просто его там распустить отрезать привязанную шнурок и все такая шапка расскажу потом они что с ней произошло так по сочетанию красиво классика все можно было бы еще здесь полоски пустить но я не стала ну серую макушку я думаю что оставлю не буду всю биллу сделать не хочу скорее всего берут только на часах как обычно два часа ночи мне ночное включение чем увидел свои прекрасные тюльпаны думаю сниму их пока не завяли друг они меня завтра не доживут недавно вот купили тюльпанчики вот такие были бутоны закрыты они все распустились посмотрите красивые стали сегодня наверное пятый день тюльпаном и мне кажется ну как бы за последнее время работ одни из последних цветов потому что покупать при цветы тоже наверно страшно и опасно какая красота там у меня будущих свитер здесь не маркеры есть расчеты тут youtube видео какие-то заметки пошла спать